всем привет вы на канале вязание с крокос меня зовут ольга добро пожаловать сегодня я покажу вам распаковку посылочки я заказала себе пряжу для одного очень важного для меня проекта который мне ручки чешутся уже начать и этот мешочек вы видите вот здесь как раз таки скотч с эмблемой магазином названием сайтом это сайт рукоделия ростов мои подписчики в комментариях мне посоветовали данный сайт спасибо вам большое ну и покупочка на самом деле совсем небольшая я заказала две упаковки пряжи и сейчас мы их рассмотрим поближе а также я расскажу что я хочу из нее вязать пряжа для меня как всегда новая возможно и для вас она новая со временем я сниму обзоры на данную пряжу ну а пока просто покажу вам ее вот такой вот мешочек он был я его уже распаковала он был как-то так свернут знаете и это была половина данного мешка как-то они так упаковали все замотали скотчем здесь просто огромнейшее количество скотча которые я разматывала и старалась аккуратненько разрезать потому что боялась повредить пряжу заказывала через доставку озон к сожалению не нашла информация о том если бесплатная доставка от какого от какой-то суммы да и также я поняла что сумма доставки конкретно через озон за также зависит от веса потому что когда у меня в картине была одна упаковка пряжи доставка была меньше когда там оказалось две упаковки пряжи доставка оказалось больше но это вот такие вот организационные моменты и давайте наконец-то я уже вам покажу ради чего это закупочка делать а делалась данная закупочка вот ради такой красоты с вашего позволения я не буду доставать всю упаковку да чуть-чуть пошелестю 500 грамм 10 моточков пряжи по 50 грамм и это yarnart pacific сейчас я достану один моточек мы поговорим дальше каким же образом организовалась эта закупочка галя с канала вязание на перемене в своих видео во первых она вязала шикарнейшее платье интерлаком делала это весенний период по моему зимой начинала в общем неважно до в мае она его завершила и также она рассказывала что организовалась станей эта девушка с канала вяжем с дочкой и будет обучать таню вязанию этого платья я загорелась так мне очень понравилась галина посадка у нас не очень похожие типы фигуры и я думаю что гальная информация не очень очень поможет ну и напросилась к девочкам в компанию в итоге нас сейчас уже больше чем трое и в данный момент если я ничего не путаю нас уже шестеро человек девчонки уже активно вяжут они начали практически все а я вот ждала свою пряжу долго думала из чего вязать сначала хотела из-за yarnart альпака ну вот этот flowers flowers альпака но галя меня ну и всех девочек и меня предосторожило то что там нужно будет все таки размещать цвета обрывать ниточки так как нужно будет отмерять цвета на рукава чтобы ровно было расположение этих квадратиков и в общем я отказалась от этой задумки долго думала из чего мне хотелось попробовать какую-то новую пряжу ну и плюс чтобы ценник у нее был вполне адекватный ну и расцветочки красивые я хотела секционку не хотела вязать из однотона ну и собственно говоря также угали я и увидела эту пряжу она сейчас вяжет себе джемпер тоже из такой же пряжи но другой расцветки и так давайте знакомиться yarnart pacific 20 процентов шерсть 80 процентов акрил она очень мягкая на первый взгляд и мне кажется слегка слегка есть какое-то поскрипывание но это возможно из-за того что сейчас стоит жара и просто рукам так кажется по факту этого может не быть до 50 грамм 200 метров спицы и крючок три с половиной нам рекомендует производитель ну и предполагается что на джемпер идет 400 грамм все информацию вам сказала да у нас выходит солнышко и мне нужно быстрее снять я заказала упаковочку пряжи номер 303 вот такой цвет здесь присутствуют серо-фиолетовые оттенки вот более черный цвет более серенький вот здесь вот сиреневый так он у производителя темно-лиловый вот такой моточек насколько я знаю что ниточка довольно неоднородная и сложная то есть она идет неровная и у нее на самом деле вот смотрите какая такая слабенькая слабенькая скруточка вот видите прям совсем слабо но мне будет интересно повязать и как я уже сказала это будет платье интерлаком у меня не такой большой размер и я надеюсь что мне данной упаковочки хватит но скорее всего хватит потому что 400 метров на 100 грамм получается и это 2000 метров вот такая вот красота ну и конечно же когда доставка платная я же не могу просто так взять одну упаковочку заказать и все нет я так не играю да мне нужно было что-то еще и так как этот год в этом году я поставила себе цель изучать новые пряжи я искала себе что-то новенькое и сейчас покажу что я выбрала это также упаковочка пряжи от ярнарт и это ярнарт бали или бали рассмотрим моточек поближе если в той упаковочке до ярнарт пацифик это все-таки зимняя пряжа я и планирую довязать это платье к осени потому что она все-таки будет идти медленно и это очень крупный проект и надеюсь осенью и зимой буду в нем щеголять а это летний состав пряжи полухлопок я выбирала себе новую пряжу но также выбирала не тонкую пряжу для того чтобы связать джемпер и также носить в прохладные летние деньки и в осенне-зимний период под куртку чтобы можно было и комфортно носить было это изделие целый год по характеристикам пробежимся 80 процентов хлопок 80 процентов полиэстер 100 грамм 215 метров то есть толстая пряжа я не могу сказать что она прям настолько мягкая как ярнарт джинс нет а она пожестче но в целом мне кажется для джемпера вполне подойдет скручена она но я думаю что хорошо вот такой вот толщины пряжа и как вы видите это секционка голубая и синяя номер цвета 3206 на джемпер нам предлагается 500 грамм и спицы три с половиной крючок 4 миллиметра но вот странная немножечко до рекомендации мы только что с вами смотрели пряжу в которая была в два раза тоньше рекомендации были такие же но я думаю что скорее всего конечно я буду вязать более толстым размером спиц и как я уже сказала буду вязать из нее джемперок думаю что скорее всего у меня уйдет меньше чем 500 грамм ну посмотрим да заказала на всякий случай упаковку хотя на сайте можно заказывать и просто моточками но чтобы попасть точно да я заказала именно упаковку данной пряжи также у этой пряжи есть более такие броски и расцветки с короткими секциями но я заказала себе что-то такое более спокойное возможно и не только себе если пряжа останется достаточное количество то возможно я свяжу что-то и детям до своим зависимости уже от того сколько останется и так вот такая небольшая закупочка у меня получилось в этот раз не знаю когда будет следующая покупка думаю что не совсем скоро потому что ну потому что нужно притормозить маленечко и извязывать то что есть ну конечно мы все рукодельницы да такие вдохновение на наплывет и что-нибудь мы еще захочется нам приобрести да спасибо за то что посмотрели это видео рассказывайте вязали ли вы из данных артикулов пряжи и что у вас получилось мне будет очень интересно посмотреть на ваши работы и послушать ваше мнение о данных ниточках желаю вам всего самого доброго и светлого хорошей недели хороших дней хорошего прекрасного лета с вами была ольга вязание с крокос всем пока пока и до следующих видео